7 лет ревматоидный артрит принимают и в третий год намного лучше себя чувствую было подозрение на онколимфы биопсия не подтвердила диагноз реактивная гиперплазия лимфоузла на кт показала гемангиома печень 15 миллиметров на почке липома 10 киста гемоглобин все время падает сейчас 111 есть миома матки одни врача хотят удалить другие не рекомендуют так как все стоит на месте не растет после самолета остался звон в голове с правой стороны очень мешает переболела к видам неделю назад перенесла легко благодаря компании т.ф. сейчас принимаем 100 максимум наград грипп депо антиангин стволовые клетки у меня букет спасибо за ответ вот смотрите с чего необходимо начинать необходимо начинать с общего понимания происхождения заболеваний в человеческом организме и на самом деле все связано с определенным видом усвоения и метаболизма веществ который которым поддерживается наш организм существует некое понятие которое называется клеточный обмен то есть весь наш организм он состоит из клеток это весь этот клеточный обмен он имеет определенные функции и имеет химическую формулу клеточного метаболизма веществ и там физиологическую форму и так далее ну и существует понятие усвоение глюкозы окисления и это называется циклом крепса когда формируется выделяется первого ткун первого ткина за то что должно перевариваться в виде молочной кислоты оно должно расщепляться и превращаться в пиро виноградную арома масляную кислоту и катались этого всего совершается веществом тумор м4 и в итоге это все обмен веществ а теперь по русскому и что я имею ввиду и о чем я хочу сегодня сказать чтобы мы не ели нашей жизни каким бы образом это не происходило это прямо или косвенно связано с обменом веществ когда мы едим любую абсолютно пищу то эта пища несмотря ни на что будет в конечном итоге формировать молочную кислоту будь то глюкоза будь то белки будь то жиры и какие-либо вещества кроме минералов и витаминов попадая в наш организм расщепляясь и создавая процесс обмена там он такой не такой простой как я сказал потому что там есть калева натриевый насос там ну очень много разных вот систем и в тот момент когда происходит усвоение и расщепления и дыхание грубо клеточная наши то в этом дыхании участвуют вещество кислород и после этого выделяется атф это наша энергия или клетки получает атф это наша энергия и выделение молочной кислоты углекислого газа и перенакопление молочной кислоты очень часто приводит к тому что появляется два элемента первое перенакопление молочной кислоты приводит к закислению переокислению организма она приводит нас к тому что мы начинаем болеть и общими болезнями которые приводят и к артритам к опухолям снижению иммунитета там вот далее выделяется аммиак в большом количестве так как организм наш он выделяет аммиак в случае если организм переокислен и в случае если аммиак накапливается в крови а его должен убирать и очищать организм от аммиака должна печень а мы не можем так как печень перегружена и третий элемент переокисления и увеличение аммиака приводит к судорогам к варикозным расширением вен гипертромботизации к появлению там макулодистрофии к повышению артериального давления катеросклерозу и так далее то есть условно можно сказать что в этом всем цикле одним из ключевых моментов всего является вот такое переокисление и переокисления здесь нужно сказать чем переокисления молочной кислотой и конечно же вот я раньше говорил что есть дети у них эпилепсия осталось развитие и даже появление аутизма если у большинства таких детей производить исследования и анализ крови на наличие аммиака то мы заметим что огромное количество аммиака выше критических показателей обычно есть у всех абсолютно детей есть ряд работ монографии связанных с исследованием аммиака в крови и случае если у человека нервные тики там дергает глазами почему у детей появляется дело в том что многие молочные комбинаты даже если вы этого не знаете я вам расскажу секрет они получают молоко которое быстро портится потому что нельзя собрать допустим там 100 тонн молока 10 я не знаю там у кого какие обороты так чтобы молоко было сохранено потому что для его перевозки сбора на это все уходит большое количество времени и в тот момент когда такое молоко получают в большинстве своем такое молоко скисает и для того чтобы молоко вновь привести в стабильную форму а чем или за счет чего она скисает за счет увеличения молочной кислоты в молоке добавляют обычный аммиак обычный аммиак добавленный в молоко вновь делает молоко нормальным и вот добавляя аммиак в такое молоко они пакуют такое молоко мы его начинаем давать детям там в кашках еще в чем-то еще в чем-то и у детей появляется психические отклонения появляются тики нервные появляется импульсивность агрессивность отсталость эпилептические припадки и так далее ну и андрей дрич а чтобы вы могли посоветовать если какой-то процесс который бы мог привести весь наш метаболизм в порядок с пониманием того что да конечно без аммиака который выделяется нашим организме там здесь во всем виновата если так разобраться молочная кислота избавиться от нее практически невозможно но есть одно но в этом всем цикле расщепление молочной кислоты может происходить двумя путями ацетилированием то есть с дыханием с усвоением и окислением молочной кислоты нашим нашими легкими и 2 курс это 2 вернее метод это первым это мука то есть через легкие а второй висцеральной то есть это происходит через печень через почки там путем к тапальт катаболизма и здесь хотелось бы сказать что если все проходит у нас через печень и все проходит у нас через кровь то тогда это это ухудшает наше состояние, но если человеку достаточно кислорода, если человек принципиально увеличивает количество кислорода, то вот такое принципиальное увеличение количества кислорода может привести человека к тому, что у человека заметно улучшается весь обмен веществ. обмен веществ это что это наша молодость это наша красота это наше хорошее самочувствие поэтому я уже раньше говорил об этом человек должен на протяжении дня выполнять вот такие активные дыхательные процессы о которых я рассказывал они называются дыхательные процессы патрула далкар человек становится в полный рост немного ставит на расширенных вернее немного расставляет ноги ставит на ширине плеч вот еле вспомнил и после чего открывает как можно шире рот начинает раскачивающиеся движения немного подкидывая как бы свое тело и должен добиться состояния при котором вдох и выдох не делается его легкими и диафрагмой а как бы вдох и выдох омывает он сам входит и выходит таким образом и включается процесс увеличения кислорода увеличенный кислород начинает помогать расщеплять глюкозу и процесс переходит в легочное ацетилирование вот этой молочной кислоты то есть человек начинает очищать свой организм другим путем он начинает его очищать за счет дыхания для того чтобы усилить процесс воздействия вот такого я рекомендую перед таким дыханием выпить пол чайной ложки соды на пол стакана воды а также выпить одну две один два стакана минеральной воды минеральная вода снизит метаболизм нашего кишечника уменьшит количество кислорода в нашем кишечнике и увеличить количество усваиваемого кислорода который находится в легких тем самым произойдет процесс вот этого ацетилирования то есть человек начнет кислород начнет окислять те вещества которые находятся в легких и фактически будет увеличиваться таким образом и обмен веществ уменьшаться аммиак уменьшаться молочная кислота и так далее что же происходит в обычной жизни в обычной жизни количество кислорода количество бактерий которые находятся в нашем кишечнике увеличивается это аэробные, анаэробные, они у нас в большинстве своем могут быть и нормальными, но в большинстве своем являются еще и патогенами, вот эти микробы или эти вещества, они могут участвовать в процессе расщепления молочной кислоты, а также в процессе добавления молочной кислоты, и за счет этого происходит увеличение или рост инсулина подкожно, а также может из-за этого происходить ожирение, из-за этого может происходить наоборот снижение жировой клетчатки, снижение иммунитета и так далее, поэтому для того и человек в обычной жизни он недополучает вот таким активным дыханием воздуха, вот если читать допустим Берга, это происхождение заболеваний человека, или там Левицкого, диагностика внутренних заболеваний, то они очень часто говорят о том, что потенциально и путем клинических исследований, так как они были клинические такие врачи, и они потенциально всегда говорили о том, что в ходе лечения заболеваний желудка, мы считаем, что частью заболеваний желудка или первопричиной заболеваний желудка может быть синусит, гайморит, назальное заболевание, заболевание носоглотки, и дальше проводят аналогию, это они проводят без объяснения, потому что на то время, когда они это писали, еще никто не знал о цикле Крепса. Сейчас становится понятным, как это все работает, и я считаю, что в случае, если человек ведет малоподвижный образ жизни, у него более сидячий образ жизни, или подвижный образ жизни, это тоже не имеет значения, он сталкивается с переокислением, старость приводит к переокислению, стрессы приводят к переокислению, переокисление приводит к появлению молочной кислоты, и нам очень часто не хватает как раз перевести наш организм на процесс цикла Крепса так, чтобы легкие в этом процессе превалировали перед всем остальным, поэтому для нас вот такое дыхание может быть выходом из всех ситуаций, и принятие, допустим, соды, принятие минеральной воды на протяжении дня, 2-3 разовое по 10 секунд, да, там, 3 минут, вот такое дыхание, на протяжении 10 дней может устранить такие заболевания, как ночные судороги, глухота в ушах, заболевания там шейного отдела, все это переокисление, все это накопление молочной кислоты, даже опухоли исчезают на этом фоне, вот так.